приветствую вас друзья с вами Варчик в этом видео поговорим с вами про патч 1.20 а конкретно будем говорить про изменения ттх танков это ребаланс танков некоторые ветки понерфят некоторые ветки апнут с некоторыми изменениями я согласен но некоторые просто ужас какой-то в начале видео также хочу вам сказать что очень много людей стали возвращаться к видео становиться постоянными зрителями это новые постоянные зрители но 80 процентов зрителей не подписываются хотя они и так возвращаются смотрят они уже постоянные зрители по статистике все это видно но не подписываются люди ведь вам же по лайкам по комментариям все в видео нравится но почему-то вы не подписывайтесь видимо потому что я плохо прошу так вот если вы подпишитесь то мы очень быстро набьем 20000 подписчиков и на самом деле можно будет увидеть в цифре подписчиков сколько же нас на самом деле поэтому не забывайте подписываться вы все равно практически все возвращаетесь и вам все нравится а для меня это будет хорошая мотивация продолжать делать хорошие видео по игре мир танков надолго не задерживаю продолжаем про ребаланс танков подписывайтесь обязательно и так апнут ветку rain metal панзерваген это немецкие лт апнут и 57 хэви но там будет все не очень радужно центурион action x его ветку апнут там очень радужно в как раз таки и апнут риночеронты понерфят следующие ветки т110 е3 но там не сильно страшно прожата м40 мод 65 девятку десятку понерфят в этой ветке честно говоря не сильно понимаю зачем некоторые вещи там изменялись но поговорим про них и очень сильно нерфят альфовую пушку а мx м4 млепси 4 прям так сильно ее нерфят как будто бы этого не знаю об колено сломали пополам или в узел завязали короче пушки нет все потеряли бойца это беда про об оху и корочуна мы уже в прошлом видео говорили броня увн и улучшение пушки это все помним это хорошо ну и об следующих танков незначительные а 44 т-43 sp-1c тигр p rlw-39 и к в 90 type b и так чтобы не затягивать начнем по нациям ссср т-43 апнуть стабилизацию на 25 процентов это конечно хорошо и замечательно но в целом танк особо не изменится а 44 альфовую пушку лучше точность 0.43 будет было 0.45 также стабилизацию на 25 процентов сведения с 3 4 дна 2 и 9 это конечно же улучшить немного комфорт но все равно танк будет проходной вряд ли он будет прям супер классный поскольку заднее расположение башни лючки там все неудобно рид в лоб короче немножко комфортнее но все равно это 44 sp-1c это один из танков немецких лт апнуть стабилизацию на 38 процентов от движения порота корпуса это хорошо также еще дпм на полторы секунды перезарядка улучшится это тоже хорошо раньше примерно танк такой был приятный по стрельбе еще и скорострельный но потом что-то там переделывали с лт он превратился в кактус и видимо это возвращение этого танка на то место где он был также хвк 12 стабилизацию там улучшат на 30 процентов это тоже хорошо rain metal panzer wagen это десятка наверное одна из самых конченных среди лт и и апнут очень сильно и возможно она будет теперь конкурировать по нанесению урона с шериданом поскольку шеридан это наверно один из самых стреляющих лт-10 и видимо panzer wagen теперь немецкая лт-10 со следующего патча будет составлять ему конкуренцию стабилизацию улучшают на 29 процентов от движения поворота корпуса точность была 036 станет 033 от порота башни стабилизацию улучшается на 20 процентов перезарядка была 9 секунд станет 8 сведения с 16 на 14 теперь это прям про нанесение урона ну а так это остается огромный сарай и на открытых картах лучше иметь в себе в команде какую-то лт нормальную которая будет светить и сдерживать направление своим засветом от того чтобы не прорвали быстро направление такая лт-шка сдерживать направление пересвечивать в раскилл ты не может это просто ведро но хотя бы у нее теперь будет пушка получается ведро с пушкой тирп улучшает стабилизацию на 25 процентов перезарядку улучшает на секунду хп обеим башням добавляют 50 и лоб башни тоже апнули в плане брони ну броню конечно апнули это круто но на голове же у нас ведерко сидит и получает люлей но тоже неплохо ведь у нас в игре стрельба вбр на иногда снаряд летит куда он захотел и не в ведро попадает в маску и хотелось бы чтобы эта маска не пробивалась принципе апнули тигра п и апнули честно говоря лучше бабнули средние уровни советские и китайские там вообще полный пипец но а по и тут какие-то тигр п на мой взгляд сам большие проблемы в игре именно там переходим к веткам сша до 95 нерфит перезарядку на 0,7 сведения с 2 и 5 на 2 и 7 обзор с 380 на 360 до на мой взгляд этот танк надо было понерфить как ни странно он очень сильный очень простой но не хотелось бы чтобы его убили поскольку этот танк чисто для кайфа на нем очень легко играть на моих стримах могли посмотреть как я брал на нем три отметки танк невероятно обалденный я всю историю картошки думал что этот танк помойка и не хотел на него садиться играть но когда я на нем поиграл я офигел по статистике это один из самых лучших танков на моем аккаунте смешно т110 и 3 понерфили примерно также перезарядку ухудшили на секунду стало 18 секунд время сведения с 2 и 5 на 2 и 7 обзор 390 был стал 370 и также 100 хп забрали стало 1950 немножко наждачкой так притерли танчик не сказал бы что эти цифру бьют танк в хлам но лучше он от них точно не станет танк тоже интересный прикольный но не сказал бы что он прям мега имба если на нем просто ехать прямо вас убьют очень быстро на нем нужно знать позиции занимать их и стоять в них под артой и плакать т57 хэви его а поют и а поют так что мне кажется никто особо не заметит а движение поворота корпуса стабилизация улучшается на 12 процентов действительно это можно заметить под микроскопом наверное время сведения было 2 идея станет 27 сделали бы хотя бы 2 и 5 я бы тогда наверно понял что да действительно что-то там изменилось 27 29 обалдеть скорость назад было 12 будет 14 но это так чисто погладили рукой танк сказали давай братан все у тебя будет хорошо и с улыбкой на лице такой же танк отправился в рандом франция rl в 39 это пт какого-то там среднего уровня ему апнули перезарядку на полторы секунды стала семь с половиной а было 9 и максималка стала 45 было 42 но на открытых картах может быть можно этот дпм как-то реализовать а на городских очень сложно поскольку танк бумага еще и на рубке сверху r2 d2 сидит в общем и целом танк вряд ли заинтересует игроков но полторы секунды когда это прям весомый вклад ну и переходим наверное к самому жесткому нерфу это mx m4 mle 54 но начнем с восьмерки нерфит стабилизацию при движении по роте корпуса у mx 65t на мой взгляд его можно уже не трогать его просто такое ощущение что за компанию нерфят типа в итоге его скоро превратят в то же что и было изначально его там чё-то апали апали и теперь опять нерфит как будто бы он им бой стал а mx m4 mle 51 тоже нерфит стабилизацию на 12 процентов и сведения с 2 и 3 на 2 и 5 у 127 миллиметровой пушки и переходим к mx m4 mle 54 которому пушку альфовую 130 миллиметровую просто завязали в узел еще сверху палкой побили и поругали очень жестко поругали 33 процента нерф стабилизации при движении по ротах корпуса это даже стабилизатором не исправить потому что стабилизатор не дает 33 процента стабилизации они еще и нерфят стабилизацию от поворота башни у 130 миллиметровой пушки на 40 процентов а чё не на 140 это просто жопа вы даже если поставите стабилизатор вместо закалки или вместо турбины вы все равно не вернете стабилизацию та которая была до этого это просто капец придется ставить два стабилизатора так еще и нерфят точность у этой пушки с 0 33 на 0 36 даже если вы наставите стабилизаторов точность все равно будет хуже то есть такое ощущение что разработчики это прям старались чтобы ты не делал точно ты заметишь нерв в стрельбе но если ты поснимаешь закалки и турбины ты заметишь еще что танк медленней меньше хп будешь меньше успевать по бою еще и быстрее духнуть также еще и по нерфили перезарядку на 6 десятых стало 14 секунд так еще и сведения по нерфили с 2 и 2 до 2 и 5 то есть можно было бы кататься и дальше без стабилизатора поскольку все равно сведения хорошие можно просто свестись так они еще и сведения по нерфили в общем и целом я думаю что этот танк теперь точно пробьет днище и отдаст свое лидерство по статистике какому любит другому танку а другой танк это будет в 55 поскольку он на втором месте среди прокачиваемых я думаю что mx теперь наконец-то покинет у нас лидирующую строчку и отправиться куда-то в дно это конечно обидно поскольку на твинке я только докачал этот танк и лучше бы как будто бы не качал но в записи от 5 у меня тоже там прокачан если еще его и понерфит это будет катастрофа на мой взгляд это что-то сильно перестарались но дпмную пушку не трогали но даже она заметит нерв поскольку при повороте и движении корпусом стабилизация ухудшилась на 33 процента то есть нерв затронул даже ту пушку короче беда теперь переходим к британии здесь целую ветку апнули комет на 25 процентов стабилизацию при движении по роте корпусом апают это хорошо поскольку пушка слабенькая танк слабенький и можно было бы еще что-то ему накинуть центурион mk1 улучшая стабилизацию на 30 процентов тоже пушка слабенькая стабилизация должна быть шикарная на самом деле лучше всего пушку поставили с альфой 280 оттяжа но видимо еще не время еще гонка вооружений до этого не дошла центурион mk71 девятка на 30 процентов апают стабилизацию то есть в этой ветке все просто всем 30 процентов стабилизации и вперед центурион action x а вот здесь один из самых любимых простых и кайфовых танков в игре но почему-то не особо популярных их в рандоме просто ноль штук его апают очень хорошо ему а под стабилизацию при движении по роте корпуса на 29 процентов от вращения башни на 33 процента такое ощущение что все что у мкса забрали всунули сюда еще время перезарядки орудия уменьшили с 8 и 6 на 8 а там дпм и так был 2 700 то есть они еще 0,6 перезарядки сняли и дпм а будет еще больше там три косаря будет интересно я думаю там уже по три косаря должно быть и максимальная скорость движения вперед на два километра незначительно но будет 55 у него и так крепкая башня огромный дырявый корпус крита сборник и хорошие увн и стабилизация была и до этого хорошая кд нормальная альфа нормальная ему еще стабилизацию добавляют как будто бы можно снять стабилизатор и поставить что-то не знаю что поскольку добавили столько стабилизации как раз сколько и занимает стабилизатор можно будет что-то помутить интересное с этим танком хотя он и так прикольный был но не популярный стоит обратить на нее свое внимание и так швеция и к в 90 type b ему а по точность 0 360 32 сведения 2 и 3 2 секунды класс супер вообще не интересно пофиг дальше переходим к ветке прожитаем 40 может 65 зачем-то нерфят прототип стандарт b 11 и 12 процентов ходовые стабилизацию понерфили зачем ему нерфить стабилизацию танк нормальный зачем вот трогать просто за компанию вместе с прожата взяли понерфили на мой взгляд зря прожатаем 40 может 65 зачем-то на 29 процентов нерфит стабилизацию при движении по роте корпуса зачем это же просто жесть ему еще нерфит лоб корпуса в броне насколько не знаю но и видимо теперь люди будут его пробивать в силуэт и наконец-то радоваться что он не танкует хотя это была его фишка но ее просто убивают видимо но насколько я не знаю еще и нерфит максимальную скорость назад с 23 до 20 на мой взгляд окей нерфите броню ну и все хватит зачем нерфить стабилизацию если бы у него оставалась броня ладно может быть надо было понерфить стабилизацию но если броню забираете то пусть тогда он будет точно если он бумажный на мой взгляд нерв непонятный вообще при этом при всем прожата один из самых популярных танков 10 уровня за картошки его любят много на нем играет зачем лишний раз их драконить я не знаю видимо надо идти теперь на цитарион и экшен-экс садится играть но у него корпус огромные бумажные и вряд ли ца картошки это оценят ну и также улучшают рина черонта зачем-то апнули какой-то один снаряд у него скорость полета снаряда улучшилась на 22 процента класс сколько было сколько стало чё это за снаряд я не знаю максимальная скорость назад была 12 стало 15 обалдеть также еще лоб башни улучшают в плане брони броня в албу башни отстойная это действительно нужно улучшить насколько улучшили непонятно посмотрим также у него конченная стабилизация и плохая перезарядка этих улучшений я не вижу поэтому на мой взгляд улучшения так себе что мы увидели в этих ребалансах некоторые танки по нерфили зря некоторые танки справедливо апнули но слабенько некоторые танки за компанию по нерфили непонятно зачем и не во всех танках изменения именно тех вещей которые нужны надеюсь в следующих итерациях теста разработчики нужные цифры начнут трогать если же нет то ребаланс такой 50 на 50 пишите свое мнение в комментариях не забывайте обязательно подписываться с вами был играть красиво всем удачи и пока а а а Субтитры сделал DimaTorzok